Информация о разводе Ирины Виннера и Алишер Усманова шокировала многих. Эта пара сильных личностей невольно вызывает уважение. И Ирина, и Алишер сумели добиться больших высот, каждый в своей сфере. 30 лет супружеской жизни – долгий срок, а разногласий у мужа и жены как будто и не было. Изначально в этой паре все было непросто. Разница в возрасте не так существенна. Алишер младше Ирины на 5 лет. Но различия веры в менталитете имеют значение. Родители Усманова были против Ирнар. Они искали для сына узбечку. Но он сделал свой выбор – разведенную женщину с еврейскими корнями с 5-летним сыном. Алишер влюбился в Ирину, еще школьника. Они занимались спортом в одном зале. Она художественной гимнастикой, он фехтованием. Стройная красавица и модница не обращала на юношу никакого внимания. А он, сын ташкентского прокурора, был слишком робок. Так они осмелились подойти к девушке. Они встретились вновь только через несколько лет. Усманов уже закончил мгимо. Винер переживала тяжелый период развода. Теперь Алишер сумел произвести впечатление на Ирину. Она высоко оценила его интеллект, начитанность, рыцарское отношение к женщине. Молодой человек выгодно отличался от бывшего мужа. И это стало решающим фактором. Винер даже согласилась ждать его из тюрьмы. Туда, в 1980 году, Усманов угодил на 8 лет по громкому узбекскому делу. Его обвиняли в даче взятки и хищении социалистической собственности. Знакомые отговаривали Винера топрометчивого шага. У нее могли быть проблемы с работой. Но Ирина не испугалась трудностей. Ждала Алишера 6 лет. Он вышел в полдом. В 2000 году был полностью реабилитирован. Ирина бережно хранила платок, который Алишер отправил ей из камеры. В узбекской культуре это расценивается как предложение руки и сердца. Ирине Александровне хотелось пышную восточную свадьбу. Но у жениха не было денег. А пошлись скромным торжеством. Это случилось в 1992 году. Винер помогала мужу создавать империю. Вернее, не мешала ему. Сама работала на износ. По 10 часов в сутки. Алишер тоже оказался трудоголиком. Его постоянная занятость и разъезды не раздражали жену. Она понимала, бизнесе без этого не обойтись. В семье Ирина никогда не стремилась главенствовать. Она запросто общалась с президентом и покорно склоняла голову перед мужем. Ей важен мир и покой. Она считает мужчин полигамными и прощает им этот недостаток. Алишер же был для нее настоящим рыцарем. Он старался максимально облегчить жизнь супруги. Был настоящим отцом Антона. Их небольшая квартира нередко превращалась в общежитие для талантливых учениц Ирины. Усманов снимал для гимнасток тренировочные залы, закупал им продукты. Разбогатев, стал дарить Ирине дворцы. А она отдавала их для тренировок. Большие деньги, яхты, вертолеты не испортили отношения между супругами. Но времени на общение друг с другом стало еще меньше. Тренерский авторитет Виннер тоже поднялся на высоту. Ведь она воспитывала и воспитывает олимпийских чемпионок. Самые яркие ее ученицы покорили все возможные вершины художественной гимнастики. А таланты Алины Кабаевой, Лисану Тяшевой, Алине Зариповой, Евгении Канаевой и многих других прославленных спортсменок знают во всем мире. Много говорят и о разводе, который уже состоялся. В ЗАГСе мирным путем. Есть мнение, что это лишь попытка Усманова спасти активы, оставшиеся за рубежом. Так ли это покажет время?